всем привет дорогие друзья приветствую вас на своем канале Эко Котя меня зовут Екатерина и на своем канале я рассказываю о процедуре Эко и все что с этой процедурой связано а также делюсь своей историей тема сегодняшнего видео ощущение после переноса немного расскажу тот кто не смотрел еще мои видео да и также отвечу на вопросы потому что часто спрашивают под видео в комментариях сколько вам лет мне 44 года и какая у меня попытка у меня седьмой перенос также были разные протоколы спрашивают какие протоколы у меня было три свежих протокола протоколы были разные сами по себе на разных препаратах то есть два было длинных на блокаде один блокада дифириллином другой дикапептилом вот и один короткий и разные комбинации препаратов были использованы на свежих протоколах был ганал с менопором и был паригон с менопором разные варианты да также у меня было несколько кривых протоколов соответственно и того 6 переносов сейчас я нахожусь седьмом как я уже сказала до 14 апреля у меня в перенос был в 17 30 то есть вечером достаточно такой поздний перенесли одну бластоцисту класса 4 а а то есть отличника мы долго думали да у меня всего три бриона осталось все вот естественно с прошлых протоколов свежего у меня не было уже полгода и также остались с более давних протоколов то есть когда мне там было получается 40 лет 42 года до разных соломинах они находятся да и мы как бы долго думали решали с мужем и с врачом сколько же бренов нам переносить так как тут был отличник и как бы 3 все равно не перенести вместе соответственно а те остались у нас хорошисты б.б. то мы решили перенести одного отличника а потом если уже не получится в этот раз там скорее всего будем переносить двух хорошистов вместе вместе то есть вот таким образом решили потому что ну потому что вот так из-за возраста как я уже говорила да все вот сейчас врачи настаивают на переносе эмбриона как бы отличного качества они настаивают на переносе одного эмбриона вот эта предыстория значит что хочу сказать по поводу самого переноса как я уже говорил в своем предыдущем видео да про перенос у меня загиб матки и как бы не всегда гладко это проходит сам перенос бывает как бы было такое что безболезненно как ты без проблем в этот раз какие-то проблемы возникли врача он сказал что там у них разные катетеры есть да вот который мягкий катетер он не мог им пройти потому что получается шейка матки да тем более еще гистероскопия была в феврале то есть от того что там идут постоянные вмешательства да то есть вот эти вот каждый перенос это вмешательство на самом деле считается то есть шейка матки она сама по себе она как бы закрыта и как бы и когда ее расширяют там для гистероскопии для каких-то там чисток для пайпель биопсии и так далее да для переноса какие-то инородные вставляют катетеры и так далее да то есть это считается вмешательство и а он сказал что это видимо из-за того что много вмешательств она уже как бы там плотная стала или что-то в этом роде и очень мягким катетером ему не удалось пройти и он взял острый катетер и прямо я чувствовала это но как будто там спицы тебя колют грубо говоря там конечно терпимо это но не сильно приятно да и даже вот кровила но это как бы он сказал ничего страшного то есть именно потому что как катетер был заострен соответственно шейку чуть-чуть повредили но буквально это там в этот же день чуть-чуть и и все как бы на следующий день уже ничего не было вот причем на приеме я поинтересовалась не сказалось не скажется ли это на эффективности переноса он сказал что нет да что это именно и сама матка а шейка да вот соответственно перенесли один эмбриончик вот и значит назначение я уже говорил сведу повторю тоже да фимбион одна таблетка ежедневно это витамины дивигель у меня остается это эстрогены два пакетика по одному миллиграмму то есть два миллиграмма утром и вечером да надо мазать утрожистану прогестерон до 200 миллиграмм капсулы два раза в день вагинально то есть утром и вечером так как у меня склонность генетической тромбофилии клексан ну там либо фрексипарин мне назначили клексан и сама попросила потому что но подешевле 02 ежедневно прогестерон масли добавили мне хотя никогда в принципе у меня не было таких назначений был дюфастон всегда таблетки причем я им запаслась вот и кстати говоря заказала сегодня обратный звонок врачу хочу спросить его по этому поводу потому что как-то после переноса но еще такого состояния как но я не сообразила а спросите я что как бы а где у нас дюфастон то есть у нас прогестерон вместо дюфастона вот прогестерон однопроцентный днем надо вводить до масляные я еще потом тоже сниму обязательно видео как я делаю укол он вводится внутримышечно причем ампулку надо прогреть до температуры 30-40 градусов да это это как маслянистый раствор получается то есть прогестерон 1 миллиграмм днем один укол внутримышечно курантил для увеличения кровообращения на матке 25 миллиграмм получается три раза в день до утром в обед и вечером и соответственно никакого тромбоаза в этот раз не назначили то есть он сказал что обычно еще тромбоаз был там метипред метипред он вообще сказал что как бы на него легко подсесть но тяжело слезть да это препарат который понижает иммунитет достаточно такой серьезный как бы невозможно вредный но так как эмбрион является инородным телом да соответственно он выполнял функцию чтобы организм матери не торгал эмбрион но наверное наверно раз этот не назначил в этот раз какие-то новые исследования появились да что вред превышает пользу я не знаю я им тоже запаслась в итоге как бы вот он не в этот раз не понадобился хотя всегда назначали практически да и почему-то не нас не назначили укол еще хгч обычно тоже было но там некоторых был протоколах нет некоторых нет на какой-то день там или даже на два дня были уколы там по полторы тысячи вот я тоже как бы заказала звонок чтобы уточнить потому что я не сообразила сразу да почему же у нас нет укола хгч в поддержке на что тоже помогает как бы по сути имплантации да то есть мы обманываем организм вводим вводим хгч искусственно и соответственно это помогает имплантации потому что организм думать что он уже беременный да и как бы запускает механизм вот значит насчет ощущений значит приехала я вышла из клиники в восьмом часу поехал общественным транспортом ничего там я по этому поводу не парюсь никогда нет такого что там меня везут лежачем положении или что-то такое там вот то есть я оделась вышла поехала хотела на метро поехала в итоге на троллейбусе домой вот еще там к маме зашла там какие-то вопросы в аптеку зашла так лексан купила вот и пошла домой единственное что я как бы не делала никакую домашнюю работу ну в лежку я не лежала первый день какие ощущения не день вечер уже там был вечер ночь были покалывания в районе левого яичника и в матке вот как получается как как и спицы как иголка больше ничего у меня грудь в этот раз вообще не увеличилась не набухла от того чтобы там прогестерон уже этот как бы уже пять дней до переноса был назначен вообще ничего то есть обычно у меня идет реакция на грудь да и естественно не это как бы беспокоит то есть я даже врачу сказала да еще он позвонит я еще расскажу но как бы вот на форумах пишут да что один протокол может быть так другой так но на самом деле вот у меня две беременности одна естественная одна вот беременность которая закончилась замерзшей у меня есть видео кому интересно на моем канале да если вы спуститесь вниз про эту замерзшую беременность у меня в обоих как бы грудь была увеличена чувствительная но на самом деле были неудачные протоколы да получается что это же как бы грудь но все равно какое-то время она реагировала потом как бы то перестает то сдувается в общем непонятно живет своей жизнью в этот раз вообще никаких симптомов да второй день вчера я как бы вот я первый раз наверное за всю жизнь там так как я в отпуске нахожусь обычная работала тогда или что-то там какие-то дела у меня срочные были вот я как бы тут лежала много да но вечером пошла прошлась тоже там дошла до мамы там погуляла с собакой в общем все такое да то есть как бы магазин зашла и значит ну там готовила естественно но домашняя работа по минимуму там никаких там очень мытья окон и так далее да таких как бы серьезных то есть по минимуму вот вообще никаких ощущений уже никаких покалов а вот единственное что было один раз пострелила в прямую кишку на не знаю связано это или нет то есть это же принципе кишка не матка никаких там тянущих болей которые мне обычно бывают а в пояснице ничего не было значит что же ощутила я сегодня да сегодня вот как раз второй день после переноса первый день у нас считается нулевым то есть кто не знает да первый день когда вам переносит имбирион он считается нулевым он не считается вчера был соответственно первым сегодня уже 16 апреля это второй день вот вроде утра встала а потом начал значит это самое тянуть живот как-то и поясница и все да там то есть в районе матки районе яичников вот тянущие такие боли и часа три они прям продолжались да вот прям кого-то вот ну не скоро месячные но через несколько дней кого-то будут да вот у меня обычно так и потом это все так же как резко началось также резко прекратилась сейчас вот вообще как бы ничего меня не беспокоит соответственно единственное еще мне есть такая тоже побочка не знаю это с нервами связано или что хотят стараюсь не нервничать спокойно себя вести у меня кого нарушается сон может от этого прогестерона то есть еще первую часть протокола у меня нормально сплю а когда начинается уже там после переноса я не знаю там просыпаюсь в 4 утра в 5 утра какой-то кошмар в общем потом там могу походить побродить потом снова заснуть ну то есть вот как будто нарушенный сон я даже хочу пойти купить это самое либо таблетки валерьяны либо пустырника таких не спиртовом растворе естественно в сухом виде да попринимать потому что ну уже там не знаю третью ночь подряд у меня вот опять и каждый раз так каждый раз то есть я замечаю за собой пока хогачей не придет не знаю то есть то ли это как-то подсознательно до нервы то ли это вот как-то прогестерона мне эти гормоны действуют так таким таким образом потому что эстроген это у нас уже самого начала и как бы от эстрогенов меня другие побочки как я уже говорила да но сейчас я на деве гели то есть мне лучше чем на прогенове врач меня перевел то есть у меня нет таких прям болей в конечностях как от прогеновы нет такое прямо отсутствие аппетита там тошноты вот не вот именно а тошноты да как от прогеновы да то есть на деве гели намного легче вот так что вот такие дела друзья хгч буду сдавать на 7 8 день я до 14 до 13 дня не дотерплю мне назначено на 28 апреля тесты делать не буду потому что отдельно потом расскажу наверное да протесты да что они бывают ложные на таком раннем сроке и как бы и многих моих знакомых то есть показывали слабые полоски потом в общем самое лучшее самое лучшее да нет ну кто кто любит тесты конечно да делайте и все но самое самое информативное это сдать кровь на хгч до обычно я там сдаю на шестой день уже бегу но так как у меня был перенос прям вечером вечером да то есть я не побегу на шестой день я пойду на 7 8 вот и там уже должна быть какая-то цифра в любом случае там уже должно быть не 0 вот потом я естественно пересдаю всегда там на 10 нас ты потом уже на 14 надо сдавать в клинике потому что им надо для результата это любом случае то есть ты едешь туда и сдаешь у них вот такие дела у меня тоже вечером собираюсь выйти по делам дома не сидеть и как бы уже заниматься как бы обычной жизнью уже не буду там вылеживать ничего просто немножко себя поберегу в этот раз побольше вот если это видео понравилось вам ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик потому что будут новые видео у меня как бы в голове очень много тем посвященных и ко которые я хочу с вами обсудить поделиться вот еще огромное спасибо огромное спасибо за вашу поддержку за ваше сообщение это очень очень не помогает то есть я понимаю что я не одна что нас много да и как бы вы делитесь своими историями ну это действительно трогает до глубины души и как бы ну вместе мы сила я считаю да вместе всегда легче кто-то одно посоветует кто-то другое делится опытами рекомендует какие-то там значит даже психологические моменты да какие-то советы да дают люди пишут мне на электронку пишут мне в комментариях спасибо вам огромное вот давайте продолжать общаться допишите свои мысли пишите кто находится в протоколе либо уже родил ребеночка до либо как бы также там ожидает вступление в протокол многие пишут что я там вот собираюсь вступать пожалуйста пишите задавайте свои вопросы пишите свои рекомендации что вы делали после переноса до чтобы все успешно закончилась до соответственно беременностью так что все пока пока увидимся